60 ветеранов уже вернулись после оздоровления домой. У Тамары Васильевны Усачёвой срок пребывания в санаторий знания истекает через два дня. Говорит, получила заряд бодрости на целый год. И погода не подвела, и медперсонал исключительно внимательный. И совсем не хочется вспоминать про свои 86. Все эти дни мы очень довольны. Довольны и природой, окружающей нас. И ходим к морю, дышим воздухом. Все внешне удовлетворяет. В номере все прекрасно. Обслуживание. Обслуживание врачей. Море нельзя. Я плаваю, естественно, ежедневно в бассейне. А вслед за Тамарой Васильевной прибудут новые гости-здравницы. 130 ветеранов только что получили санаторно-курортные карты и ждут отправки на отдых. Районная администрация организует доставку пожилых людей в санатории специализированным транспортом. А пообщаться им здесь будет с кем. К примеру, 92-летний Михаил Афанасьевич Инкин в мельчайших деталях помнит военные будни. И вдруг утром просыпаемся, перед нами за несколько сот метров появились немецкие танки-тигры. Наша задача минометчиков была, и сейчас она так существует в войсках, когда наступают танки, надо отбить наступающую за танками пехоту, для того, чтобы они не могли занять площадь. Мы отбили. Одну атаку отбили, вторую атаку отбили. Вот так и по жизни он всегда шел с желанием побеждать. А сам медперсонал даже удивляется такому жизнелюбию и оптимизму ветеранов. Для них и совсем новые современные медицинские процедуры. У нас есть в этом плане новшество. Год мы уже пробируем и занимаемся этим. У нас лечение медицинским углекислым газом, так называемая карбокситерапия, которую мы с генеральным директором привезли из Карловых Вар, активно внедрили. И сейчас эта процедура пользуется очень большим успехом, как у молодых, так и у лиц серебряного возраста 55+. Программа по оздоровлению ветеранов войны ко Дню Победы стала ежегодной. Она действует только на территории курортного Сочи, поскольку здесь есть здравницы, которые принимают на лечение инвалидов и участников Великой Отечественной войны, узников, блокадников, участников Трудового фронта. Тем же, кто не может отправиться в здравницы, организуют санаторий на дому. Наши поликлиники могут к ним прийти и обеспечить определенные наборы физиотерапевтических процедур, массажных процедур. Вот таких людей у нас уже сейчас на сегодня. Цифры эти все время меняются. Более 800 человек, под 900. Отдыхают ветераны в разных районах Сочи. Лазаревская Одиссее тоже приняла на санаторно-курортное оздоровление ветеранов своего района. Сами они признаются, от такой красоты захватывает дух. Но когда еще и прием, душевный отдых вдвойне полезен. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.